Добрый, добрый, добрый день, дорогие друзья! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Якоря наказали там Alliance, наказали там НИПов, прилично так потрепали, ну и всех остальных, Берден Юнайтед, те, которые вообще у нас никуда не прошли. В данный этап вышла команда НИП из группы команды Форенкарстен Сигептон, а в нижнюю сетку против НИПов вышли Вега, которые сегодня одолели Лондон Конспиреси и заняли второе место, попали у нас в последний, собственно, уже плей-офф квалификации. Если Na'Vi побеждают сейчас, что Дэнди на пудже? Я, ай-яй-яй, извините, пожалуйста, я альтаблся на эти все сетки, на все эти турнирные штуки и пропустил, как Дэнди забирает себе пуджа. Как Na'Vi берут пуджа против команды Форенкарстен Сигептон. Там Нэмфи будет играть на Шадов Финде на миде и, ой, мне кажется, не сладко будет у нас Нэмфи. Ну, Na'Vi возвращаются. Это очень классно, это очень интересно. Я топил за Na'Vi тысячу лет и буду продолжать топить дальше. Здесь, конечно, никого я флеймить не буду. Пусть якоря будут спокойны, если вдруг кто-то из их фанатов будет смотреть этот матч на нашем канале. Но пик пуджа от Na'Vi это прям типа вау. Все, Na'Vi укомплектовались. Забыли мы про турнирные сетки, про всю эту ерундистику. У нас здесь и сейчас матч Na'Vi против Форенкарстен Сигептон. Пожелаем удачи командам. В первую очередь, конечно же, пожелаем удачи Na'Vi, потому что они обязаны быть на Интернешнале, иначе Интернешнл вообще будет не очень. Ну и, конечно же, пожелаем команде Форенкарстен Сигептон удачи. Их ждет нелегкое испытание, как мне кажется. Пудж о Дэнди. Пудж пойдет у нас на мидлейн. Не так давно мы видели Какелу Сабмарин. Против Na'Vi играли Пуджом. Но там был Пудж Саппорт, который вроде бы и есть, а вроде бы и нет. И вытаскивать кого-то куда-то, подтягивать, убивать, это все у него получалось. Но получалось 3-4 раза удачных. Остальное время Пудж занимался просто хождением по карте. Поэтому он не вывез нормальных артефактов, поэтому он не вывез катку в принципе. Пудж от Дэнди обычно катки вывозит. Либо это в паре с, например, Пупеем на Чене, который отправляет у нас Дэнди на фонтан. Либо это просто Дэнди, который против LGD там чудеса творит на ранних интернешналах. В любом случае, я поздравляю всех. Это праздник просто для глаз, для души и для всего на свете. Команда Нави укомплектовалась полностью. Артстайл забирает себе НЧУ. Хвост будет играть на Гирокоптере. Дэнди играет у нас на Пудже. Сан Нейка будет играть на Найт Сталкере и Брутмазер для Фанника. Фанник идет у нас в легкую линию. Вот так вот решили Нави. Фанника отправляют в легкую линию. Сан Нейка, вот у меня вопрос, где он встанет. Ну, скорее всего, с Гирокоптером. Ну и теперь посмотрим, что будет с Немфи. И Немфи ли вообще здесь будет на мидлейне. Баунтируну забирает СФ. СФ уже вкачал себе, купил себе рейсбенд и пробустили его на танго. Поэтому, конечно, Немфи деваться некуда. Иди на мид. И теперь вообще дело, все зависит от прямоты рук. Не сомневаюсь, конечно, в скилле игры на Пудже Дэнди. Без вопросов. Ну, попрет, не попрет, это уже другая совсем история. Ну что, на данном этапе игра обещает быть более чем интересной. Так, по героям пока у нас небольшая пауза. Разберемся, кто вообще на ком играет со стороны команды Фрэнкар Сенси Кэптон. Буги забирает себе Шадоу Демона. Валикс будет играть на Кипер оф Зе Лайт. Трикси забирает себе Акса. Немфи на СФ в мидлейне. И Матумба Мэн на Фантом Лансере. Очень-очень-очень-очень скучно. Санейка отваливается. У Санейка проблемы, как пишет нам Ваня Артстайл. Санейка возвращается. И, кстати, Артстайла уже начинают гонять, и гонять его начинают во вражеском лесу. Матумба Мэн есть Ланс. И у Буги пока еще ничего не вкачано, но сейчас будет вкачан Дизрапшин. И Артстайлу тут по-хорошему бы уйти. Санейка должен разворачиваться, сейвить Кэпа. Санейка, подходи ближе. Что будет ли драка, не будет, сейчас узнаем. Артстайл вкачал себе на первом левеле энчант. И Артстайл отпивается. Артстайл выживает, уходит в кусты. Последний удар от Буги. Минус капитан команды Нави. Ну, ФБ для Форинкер Сенси Кэп, но тут подарок со старта. И Дэнди грустный ходит и думает, капец, взяли мне пуджа тащить. Как я должен тащить, если вы фидите? Ну, Артстайл лишний себе позволил. Зашел, поставил в арт. Все, конечно, классно. Все очень грамотно и профессионально. Но слиться на первой минуте... Нет, не Айс совершенно. Не сказать, что это слишком хорошо для команды Форинкер Сенси Кэптон. Но, с другой стороны, ФБ это плюс безусловный. Как минимум, моральный плюс. Ну и Форинкер Сенси Кэптон уже выигрывают. 750 по золоту, 200 по экспириенсу. Честно говоря, не очень хочется с мидлейна перемещаться куда. Дэнди хук уже один у нас бросил. Как я вижу, по ХП СФ промазал. Ну, фарм на миде достаточно комфортный для Пуджа. Тем более, опять же, Пуджа, на котором Дэнди у нас на профессиональном уровне играл. Играл неоднократно. Вот, поэтому есть подозрение, что все будет в порядке. Артстайл. Фармит у нас лес. Буги недалеко. Буги готов в любой момент... Тут инчеп немножко подосрать жизнь. Буги уже вкачал Дизрапшн. И Артстайл один раз от Буги у нас слился. И второй раз, я думаю, если надо, будет сольется тоже. Буги, да, по-моему, забрал первый фраг. Да, так и есть. Буги у нас идет с КДА 1-0-0. Матумба Мэн фармит на нижнем лайне. Фармит против Бруды. Причем в соло. Так, Shadow Demon у нас. Спросил по ХП. Буги у нас в лесу, видимо. Доигрался. Но Артстайл прощать просто так Буги не будет. Так, что Вижен, что ли, у Артстайла? Откуда? Как? Как это было возможно? Подсловили у нас Буги. Я так и не понял, как так получилось. Ладно. Ну что, Буги теперь у нас вне зоны Вижена. Трикси. Может подсловить здесь Артстайл? Еще на КДА. Данный скилл. В итоге у нас Трикси остается живым. Трикси играет в соло на Аксе. Нижний лайн соло стоит Матумба Мэн в лесу. Здесь Валикс. Будет делать либо себе спауны, либо СФу. Ну, Валикс и сам их выфармливает элементарно через Иллюминейт. Вот, Немфи может остаться у нас на мидлейне, не отходя в лес. Промазывает хуком здесь Дэнди. Плохо. Очень-очень плохо. По Крипстату на первом месте у нас Немфи. На втором месте Матумба Мэн на Фантом Лансере. Ну и Дэнди ровненько идет. 12 на 2 у него по Крипстату. Не сильно уступает Немфи. Это при том, что СФ на ранних левелах, да и вообще на любых левелах, фармит у нас великолепно. Фармить ему легко, просто и с руки, и вообще любым способом в это время забирают у нас Бруду. Валик через Иллюминейт, я так понимаю, задул. Ну и Брудмазер отправляется в таверну. Нави уже проигрывается счетом 2-0. Сказка постепенно становится страшной. Полторы тысячи. Фарминк, кажется, и Кэптан по золоту. Пятьсот по экспириенсу. Так, что там с Артстайлом? Артстайл до сих пор первого левела. Он взял себе Голема. Голем тут наделал детей. И эти дети на самом деле немного бесполезны. Так, Санейка у нас дал дэмэдж в Немфе. Ну и вот вам, пожалуйста, вот вам Глиняный Голем. Стант пошел по СФу, дэмэдж СФ получил. И первый фраг для команды Нави забирает его Дэнди. Дэнди до сих пор бегает без батла. У него пятый левел, почти шестой. А вот по ХП у Дэнди траблы. Причем такие ощутимые, я бы сказал, траблы, как там Курьер. Курьер отправляется под фонтан. Денег у Дэнди на ботл нет. И очень жаль, и очень жаль. Вообще по Нетворсу у Дэнди давайте посмотрим. На четвертой позиции 1200 было у Дэнди. Так, а куда Дэнди? Почему он так нырнул? Только что по Нетворсу было 1200. Сейчас Дэнди спустился... Нет, все вернулось. 1475. Я, видимо, прокликал золото на данный момент. На третьем месте Дэнди. Обгоняет СФа, причем на 150 нормально. Ну и у Дэнди немного ХП. Уходит Дэнди. После Дизрапшена еще и задувает в него буги. Дэнди тут, я так понимаю, играет в очень опасные игры. Хук шот пошел... Хук, точнее, просто пошел от Дэнди. Есть уже Боттл. Это уже безусловный плюс. Ну и Боттл обузится через Винтер Виверн, которая... Я так понимаю, Валве обязали, да, всех взять этого жуткого Курьера? Пожалуй, что так. Выходит у нас Кентавр от Артстайла. Вместе с Совой не самый лучший набор крипов. То есть к Кентавру, конечно, вопросов никаких. А вот Сова сама по себе не алло. Притом эта Сова сейчас еще у нас и крякнет. Просто шок для орнитологов Сова, которая крякает. Трикси перемещается в лес. А вот здесь Гарпия есть, которую хорошо бы забрать Артстайлу. Артстайл это прекрасно понимает. Ждет еще 2 секунды, когда энчант буллет, забирает себе Гарпию. И теперь можно помочь немножко Дэнди на миде. Вообще ему Курьер, ну он что, помогает. Постоянно обузится банка. Команда Нави без Курьера, в принципе, у нас играет. Потому что Курьер у нас монопольно захвачен Дэнди. Гарпия пошла наваливать по буги. Артстайл на вражеском хайграунде. Вместе с Кентавром, вместе с Гарпией гоняет команду Форэнкер Сенси Кэптон. Матумба Мэн, куда ты делся, друг? Матумба Мэн перемещается у нас на топ лейн. Будет мешать жить Санейка и Хвосту. Ну и вообще команда Форэнкер Сенси Кэптон решила, что у них помощнее Дабла. Ну и Дабла на самом деле очень мощная. Вы понимаете, что такое Котел плюс Лансер? Это просто стандартная вообще паб-комбинация. ПЛ, который постоянно заливает у нас Спирид Ланс. И ПЛ, которому Кипер оф Зелайт все время пополняет Ману. То есть очень простая для реализации, но очень действенная комбинация. Ну и Котел был на первом, первым слотом забанен. Не забанен, точнее опикнут командой Форэнкер Сенси Кэптон. Тут предугадать развитие событий было очень сложно. Разумеется, Нави данную комбу прочитали бы. Она элементарная. Если даже я ее читаю, то и Нави, конечно, прочитали бы. Так что забанить того же Котла не вопрос. Ну что, Гарпия у нас закончилась. В мид она так и не заглянула. У Дэнди уже седьмой левел. В это время СФ у нас тоже седьмой, почти восьмой левел. Да и Дэнди почти восьмой. У Дэнди четвертый Хук. У Дэнди рот второго левела. И в это время у нас убиваются Нейка. Убиваются Нейка, причем без проблем. Ну, против Котла и против Фантом Лансера. Это, я вам хочу сказать, дикая стойкость должна быть у команды, чтобы выстоять и нормально себя чувствовать в итоге. Хук пошел на сот Дэнди. Притягивает он Немфи. Ну и пошла ульта у нас от Дэнди. Немфи, скорее всего, отсюда уже не уходит. Еще один килл от команды Нави. Счет становится 3-2. И это второй килл для Дэнди. В Дизрапшн бросили у нас Санейка. У Дэнди Хук есть. Вытащить бы Санейка. Не вытаскивает Санейка. И никого из состава команды Фрэнкерсен Си Кэптон не вытаскивает. Ну и разваливается здесь НС. Найт Сталкер в роли саппорта. У него нет дополнительных ХП. А у него вообще толком ничего нет. Поэтому, конечно, Найт Сталкер здесь по сути мясо. По сути просто корм для команды Фрэнкерсен Си Кэптон. Ну это на данном этапе. Дальше с появлением левела там и статы будут приличные у НС. И драться он сможет на равных со всеми оппонентами. Но пока что ничего такого. Дэнди провязал Смок. Крипы его не видят. Не палят. Ну и Смок, собственно, с единственной целью. С целью кого-то хукануть. Но есть подозрение, что Фрэнкерсен Си Кэптон прочитали данный ход от команды Нави. Конкретно от их мидера. И близко не подходят. Ну что, берет у нас Буги. Дэнди готов ловить Буги. Так, с Рапшен нас отправляют Дэнди. Хук по Буги чуть-чуть не хватило. Под хвост практически залетел Хук. Но достать за этот самый хвост не смог. Ну и Дэнди опять у нас миссует. Не есть хорошо. У Дэнди уже готова Урну в Шадоус. Давайте смотреть по тому, кто в итоге, конечно, будет решать. Хвост. Хвост у нас проседает по ПП невероятно. Фотом Ланцер плюс задувка от Котла. Это все очень неприятно. Очень. Артстайл пошел драться против Валикса. Разворачивается. Что-то пошло не так. Артстайл передумывает. Ну и пошел Реген теперь уже и с хвостом. Вообще, кстати, хвосту тут совершенно не сладко. Жутковатая ситуация для него. Постоянная задувка от Котла. И непонятно. Либо ты формишь, либо ты мансишь от Иллюминейта. Как играть на линии против Котла непонятно. Еще и Фантом Ланцер. Которому вроде бы надо мешать формить. А по сути ты не можешь ему мешать. Ты не можешь харасить, потому что для этого надо выходить на линию. А получать Иллюминейт на 500 на 10-й минуте. Это чуть менее чем дохренище. Котел уже шестой левел берет себе. Форенкерсенс и Кэптон. По голде ничего не выигрывают. А по экспириенсу Нави впереди. 1400. Они при этом 4-2 по фрагам выигрывают. Ну тут Артстайл и компания показывает. Один из главных скиллов команды Нави. Формить весьма удачно. Трикси у нас застрял немножко. Начинает жрать его Дэнди. Ну и Бруда забирает этот фраг. Какого хрена спросите вы? И я с вами полностью солидарен. Какого хрена? Хуко Дэнди не достает до буги. Счет становится 4-3. За Трикси забрали 470 голды и 590 по экспириенсу. Где там мейнкерри Нави? Хвост. Хвост перемещается в лес. У хвоста пятый Нетворс на карте. Первый Дэнди. Приехали вообще. Дэнди первый у нас на карте по Нетворсу. 3800 для него. Это при том, что 33 крипа убито. Против него 62 у Немфи. И у Немфи отстает от Дэнди на... Ну на чуть-чуть совсем, но отстает. Факт остается фактом. Так, хвоста у нас начинают подъедать. Где, кстати? Где, где, где? Хвоста у нас подъедают в лесу крипы. И все, хвост отсюда уходит. Дэнди с хайграунда. Трикси можно тащить. Тащит Трикси. Начинает жрать его. И Трикси здесь разваливается. Дэнди уже келлинг спри. 3-0 идет путь. Всегда рядом Фанни. Всегда готов плюнуть у нас в того, кого ест Дэнди. И эта комбинация действительно работает. Дэнди без маны отправляется на собственный фонтан. В это время Энча. 28 на 1 по крипстатам. По Нэтворсу у Энчи дела при Паганише идут. Она на последнем месте. Тут борется с Шадоу Демоном. Но это такая битва бомжей, за которой даже неинтересно наблюдать. На камеру, что телефон его снять. На первом месте у нас Матумба Мэн теперь уже по Нэтворсу. После того, как Матумба Мэн забирает Тауэр по топу, он выходит на первую позицию. Санейка. Вместе с Артстайлом подошли поближе. Ловит у нас Ланс Санейка. Фанник рядом. Фанника Вэб есть. Бросает Вэб и отходит отсюда Матумба Мэн. Где Дэнди? Дэнди на лоу-граунде. Кстати, Дэнди видят все. А Дэнди почти никого-то и не видит из команды Франкер Сенси Кэптен. Ну, где-то что-то у нас тут трясется. У Ягорей они как-то уже задумались. А не сильно ли... Не сильно мы ли наплужили, не забанив этого героя. Но банить Пуджа, согласитесь, это немножко странно. Целый слот отдавать Пуджу. При том, что Нави когда-то там, где-то там пикали этого героя. Это, конечно, проблема. Дэнди у нас в окружении сейчас будет четырех героев. ТПА у тут пытается сделать Дэнди. В Disruption прячет и Уосанейка уже поблизости. Ну, и Дэнди сливается. Здесь, конечно, все очень просто делается. Disruption и начинает у нас Illuminate кастовать Keeper of the Light. Три секунды. Как раз в Disruption'е Дэнди выходит из него. И что его хорошего ждет? Вообще нихрена. По золоту Нави выигрывали 1300. Теперь в ноль. А вот по XP продолжают лидировать на 3500. Нужно больше золота. Хвост уже во вражеском лесу. Хвост просто занимается каким-то терроризмом. Свой лес выформил. Крипов не осталось. Пойду во вражеский лес. А свой лес отдает Artstyle. Ну, это плюс, конечно. Нави в этом показателе, разумеется, посерьезнее и поопытнее, чем Якоря. Они у нас перефармливали не одну, не один десяток даже команд. Не то, что не одну команду. Ну что, по Нетворцу. На первом месте у нас Матумба Мэн. На втором находится Фанник. Фанник перемещается на топ-лейн. Ну и более-менее сейвово играет Фанник. Иллюминейт задувает и в хвоста, и в Artstyle. Artstyle, обратите внимание, две трети хп сносят. Две трети хп на ровном месте сливают у нас капитана команды Нави. Пока что у Инчи дела просто... Просто непросто идут. Инча здесь без возможности вообще файтится в массовой какой-то драке. Да против Иллюминейта, я вам хочу сказать, на пятнадцатой минуте Иллюминейт третьего левела. Против Иллюминейта никому не комфортно файтиться. Будь то Дэнди на пудже, будь то хоть Драгонайт, да кто угодно вообще. То есть Иллюминейт вещь такая, которая не прощает. Но это всей команде сносится. Если вместе кружком собраться, то вы начинаете драку с половины хп. Разумеется, у Фрэнкер Сенси Кэптон такие герои, что вашу половину хп снесут достаточно быстро. Здесь котел печать для команды Нави. Я думаю, они это поняли сейчас, а если не поняли, то в скором времени поймут. Артстайл во вражеском лесу. То ли байтит на себя, то ли просто ему так комфортней. Варды от команды Фрэнкер Сенси Кэптон увидели Дэнди. Дэнди бросает в Дизрапшин. Артстайл смещается к Дэнди. Дэнди будет пытаться отсюда уйти, но здесь не уйти. SF забирает этот фраг. 6-4 становится счет. И Нави страдает от той агрессивной игры, которую они избрали для себя. Санейка на лоу хп. У Трикси есть Каллинг Блейд. У Санейка 320 хп. Беги, Санейка, беги. Фанник начинает съесть Буги. У Буги нет МП вообще ни на что. Сжирай его. Сжирай его к чертовой матери. Плевок пошел в Буги, и Буги выживает. 9 хп у Буги. Буги уходит у нас, и уходит достаточно живым. В это время Трикси забирает у нас Санейка. Дэнди как был в таверне, так и остается. Но тут Навиам не поперло. Хотя забрали Фантом Лансера. Ну и двоих при этом потеряли. Счет становится 7-5. Форэнкерсен и Кэптон опять немножко, но отыгрывают. Да и Нави, посмотрите, все время идут в плюс по фарму. Все время. Как только умирают, конечно, графики к нолю у нас стремятся. Как живет Нави и фармит, то всегда в плюсе по общему Нетворсу. По экспириенсу Нави ниже 3000 не отпускается пока. У хвоста тем временем. Третий Нетворс на карте. Он отстает от Фаника, что есть приятно на самом деле, потому что Фаника играет за Нави. Разумеется, два выформленных героя лучше, чем один выформленный герой. Хвост свое-то возьмет, когда нормальные артефакты будут у хвоста и когда ему придется два выстрела всего лишь делать из флагкэноном, чтобы максимальную пачку крипов забрать. Тогда хвост скорость своего фарма наверстает. Дэнди видит Валикса. Здесь недалеко Акс. У Акса нет Даггера, у него первым артефактом появляется Вангвард. Пошел у нас колдаун от хвоста. Притягивают Трикси. Не самый приятный, конечно, выбор, но Дэнди не дает Трикси проюзать Берсеркер колл. Трикси отправляется в таверну. И Нави начинают гнать у нас команду Фрэнкерсен Си Кэптон. Матумба Мэн, юзай Доппергангер. Пытается уйти отсюда. Немфи под ракетой. Ну, под тавер команда Фрэнкерсен Си Кэптон отходит. И здесь Дэнди ждет Немфи. Вот, собственно, и ракета. Повесили у нас урну в Шадоуз на Шадоуфинда. Шадоуфинд разваливается. Ну, это уже больше похоже на правду. Нави забирают двух героев. Счет становится 7-7. И по голде поднимают более тысячи. По экспириенсу 2-100 поднимает команда Натус Винцер. Нормально. Да, здесь в этом файте началось все с того, что, ну, во-первых, понятное дело, зашел хвост. Но агрессивные действия от Нави начались с хука по Аксу. И очень хорошо, что Дэнди у нас быстроруки. Что он успел прокликать Дизмембр до того, как Акс клацал кнопку Q и Берсеркер Колл пытался организовать. Если бы был Берсеркер Колл от Акса, то команда Нави сложилась бы чуть менее, чем полностью. Что, Санейка уже купил себе Хэнд оф Мидас. Есть у него бутсов Speed, Брассер и Хэнд оф Мидас. Артстайл. Тысяча голды на руках Артстайл. Скорее всего, сразу пойдет в агоним. Тут и думать нечего. Я думаю, мы и Мома от Артстайла увидим, если эта игра более-менее затянется. У Дэнди уже есть 1875. Дэнди собирает себя на Хекс. Думать вообще здесь нечего. Санейка нашел, где поживиться. Пришел, забрал фарму Дэнди. Что за человек такой? Триксил чуть было не поймал ракету от хвоста. Триксил улетает на собственный фонтан. Хвост остается без фрага. Если бы ракета прилетела, то, конечно, забрали бы, я думаю, Трикси без вопросов. Ну, хвост соло забрал бы. Хук от Дэнди неточный. Немфи у нас мансил-мансил и вымансил. Правда, не спецом, конечно, но тут Дэнди зафейлил. Ну и Немфи двигался нестандартно, потому что... Ну, потому что он знает, против кого он стоит. Если нет на карте Пуджа, жди Пуджа откуда угодно. 2000 по голде у Дэнди. Вот эти два крипа и еще два. И у Дэнди появится даггер. Тауэр на мидлейне. Команда Форенкер Сенси Кэптен сейчас, в принципе, уже и допушит. 160 хп у Тауэра. Просто подойти одному-двум героям с пачкой крипов, конечно же, сразу Тауэр развалится. У Дэнди еще 100 голды. Еще 50. Все, у Дэнди готов даггер. Есть. Даггер уже покупает себе Данил, несет. И теперь ждем нормального экшена. Лишь бы у нас не лагало, потому что что-то Дота слегка потупливает. Может от количества людей, может просто. Чтобы потроллить всех и вся. Нави выигрывают по голде 3 с копейками, по экспириенсу 7500. Напомню еще раз, это winner bracket данных квалификаций европейских. Если сейчас... Команда, короче говоря, которая выигрывает данный матч в формате Best of 3, выходит у нас... Выходит у нас сразу же в финал, в гранд-финал. Финала winner-off нет. Финал winner-off... По сути и является у нас гранд-финал. То есть это... Вот сейчас, кстати, финал winner-off, да. Тот, кто проигрывает, падает в нижнюю сетку. И там будет с победителем не против Вега играть. Ну и победитель пары... Ну вы поняли. Вот той, которая образуется, выходит опять на победителя данной пары. И там уже сражается за выход в основную часть The International 2015. Роха падает. Украинский коллектив забирает Рошана. И Аэгис достается Гирокоптеру. Гирокоптера уже есть с Энжин Яши. Гиро вообще у нас по фарму просто молодец. 750... 7500, точнее, для него. Фаник тут вообще выше всяких похвал. Да, у него вроде как по артефактам ничего нет. Но при этом Фаник... При этом Фаник себе БКБ уже принес. Да, по артефактам у него в курьере все располагалось. У Фаника топный отворц на карте. 9-100 с копейками для Фаника. И глянем, что он делает с Нэмфи. Начинает есть с Нэмфи. Нэмфи делает ТП-ау. Ну, Фаник здесь Нэмфи не заберет. Даже с ультой не забрал бы, если бы она была. Так что рисковать даже Фаник и не стал. Тут в любом случае этот вопрос решится в скором времени. Потому что в Башеры, а потом и в Абисал Блейд выходит у нас Квапаут Фаника обыкновенно. И у Акса появляется Даггер после Вангварда. Вообще по артефактам давайте пробежимся. Брудмазер есть у нас БКБ. Ну и все. Я буду называть только основные важные артефакты. Есть Мидас и Угур Клаб, который тоже скорее всего для Санейка. То ли, ну не знаю, то ли БКБ, то ли это будет Аганим. Все-таки Вижен нужен команде Нави. У Дэнди есть Даггер и это очень важно. Урнов, Шадоуз, Транквилл Буци. И Дэнди прыгает у нас, хукает назад Валикса. Ну и на тебе за все иллюминейты. Ну достал же уже, ну сколько можно. Развалили у нас Валикса. Дэнди у нас под моноликом. Выходит из-под тавера. Пошел файт. Фаник проюзал БКБ. Кого ж ты ешь? Зачем тебе Трикси нужен Фаник? Ну и Фаник отсюда просто-напросто уходит. И посмотрите, здесь все в сентрях. И сентри вард здесь, и дасты. Ну то есть все вообще против этой бруды настроено. А бруде как будто и классно все это. 7-8 счет. Нави выигрывает 514 в этом файте по золоту. По экспе 980 поднимает. Хвост уже у нас даже Хоминг Миссил прокачал в 3. Настолько у него крутой левел. На 22 минуте 14 левел. Это хорошо. Путш притягивает у нас Шадоу Демона. Шадоу Демона быстро развалили. Агрит на себя Трикси. И Артстайлой, и Санейкой разваливают у нас Трикси. Путша правда потеряли. Ульта пошла от Немфи. Хвост начинает настреливать по Немфи. Теряет Эйджис у нас хвост. Ну и Немфи... И Немфи... Немфи отходит. Немфи отходит. Матумба Мэн. Ланс пошел у нас хвоста. Уже недалеко Артстайл. С веспами. С веспами 4 левела. Тут в безопасности в принципе команда Нави. Файт закончился 2 в 2. В пользу команды Натус Винсер. По экспе они заработали 1500. По золоту 470. Это 2 в 2 пишется. По сути это потерянный Эйджис у нас от Гирокоптера и... Убитый Дэнди. По графикам. 6000 Нави. 11000 тоже Нави. И у меня вопрос. Почему не пикать этого Пуджа раньше? Так, у нас началось. Дизмембер где-то в лесу команды Форенкерсен Секятен. Тут Дэнди сложновато конечно. И выбрал себе путь. Ворвался не туда, куда нам надо было врываться. Убили у нас Дэнди. Разменяли его на Шадоу Демона. Еще и Фаник. Если здесь стрянет. Вообще полная беда. Тут денег подарили Нави своим оппонентам. Очень много. Просто на ровном месте умирает Дэнди. Хотел. Заработать фраг. А в итоге ничего не заработал. Кроме грыжи. И еще и... Подставил Бруду. Бруду отправляется в таверну. И 2000 по золоту. Форенкерсен Секятен отыгрывает. И 4000 по экспе. Это законно вообще такие цифры? Санейка на Топлейне. Против Матумбомена. Подпросил прилично. Маны вообще нет у Найт Сталкера. Это все благодаря Дефьюжел Блейд. Который есть у ПЛа. И... Выходит ПЛ скорее всего еще и во Владмир. Если будет вообще-то сейчас покупать. Ну... Какие-никакие деньги в принципе есть здесь. Опять же у нас базилка спрятана в Аквиле. Поэтому денег-то в общем-то хватает. На КДС и на рецепт. Ну если ПЛ хотел, наверное уже бы приобрел себе Владмир. Хвост перемещается у нас в лес. Хвосту... Хвосту необходимо выформить. Я даже... Кстати... Хвосту БКБ необходимо выформить. Хвост это прекрасно знает. Почему до сих пор без БКБ непонятно. Надеялись, может что Нави будут диктовать где и как драться им. И... Таким вот образом обезопасят хвоста. А хвост с километра будет настреливать. Пока что конечно так. Но вот... Рейндж... Иллюминейта... Никто не отменял. У НЧ уже есть Огрклаб. Почти хватает денег Артстайлу на приобретение Пойнт Булстера. Так, а ну-ка где наш... Красавчик. Дэнди на Мид Лейне. Тут в принципе подставляться есть. Кому кстати Валикс мог бы отхватить свою порцию хуков. Валикс у нас отходит. Дэнди ждет удачного момента. В принципе Даггер у него откатился. Просто надо чтобы кто-то появился на карте. Тогда можно было бы и подраться более-менее нормально. Артстайл стоит спокойненько себе фармит во вражеском лесу. Здесь Буги под смоком. Артстайл не видит Буги, а у Буги есть Дизрапшин. Если Артстайла бросит Дизрапшин, Артстайла убьют. Все, Буги у нас. Увидел Артстайла. Пошла ульта у нас от Буги в Артстайла. Это хорошо, что он ни в кого другого. Фанника в это время быстренько так разобрали. Артстайл у нас под виспами. Санейка и Хвост уже здесь. Пуш притягивает к себе Трикси. Трикси сожрали. Один в один файт. И дальше Погоня от Нави. Два в один уже. Нави выигрывает эту драку. Со счетом 2-1 забрали Трикси. И забрали у нас саппорта. Ну и Санейка дальше гнал. Но тут бежали очень быстро. Немфи отсюда отваливается. В это время у нас Матумба Мэн. Решил подпушить Т2. Ну и тут откуда ни возьмись Хвост приходит. 28 минут. 28 минута у нас идет Нави. 5 тысяч по золоту. 10 тысяч по экспириенсу. Артстайл вообще не собирается уходить из вражеского леса. В своем полная хрень. Делать нечего. В своем Хвост фармит. Я буду фармить вражеский лес. Говорит Артстайл. И абсолютно правильно говорит. Команда Франкерсенци Кэптен сейчас попыталась выйти на Артстайла. Не сработало. У СД, например, такого дэмэджа, чтобы четвертых виспов НЧ уничтожать. Ну вообще сквозь них прям убивать. Такого дэмэджа нет. Артстайл под Моноликом. Иллюминейт до него не достает. Как шарит Ваня. Как шарит. Пошел Крип на разведку у нас от новей. Не от новей, а конкретно от Артстайла. Еще одна задувка. Валикс, конечно, задолбит просто команду Нави. Этими постоянными иллюминейтами. Ну, на то он и котел. На то он и брался. Будем откровенны. У Дэнди уже есть Ставфа Физа Три, Войт Стоун и Сейдж Маск. Остался рецепт на Юл. По таймингу не самый лучший показатель, конечно, для Пуджан. Но Пудж у нас 4 смерти получил после 5 киллов. Поэтому, конечно, деньги не льются рекой для мидлейнера команды Нави. В любом случае, Нави выигрывает по голде 6000 и по экспириенцию почти 10. Чуть менее. Давайте по левелам посмотрим, что у нас. Да как у Хвоста 17 левел, 16 у Немфи и 16 у Фаника. У всех остальных 15 и ниже. У Дэнди 14. Вообще там Хвост. Хвост выходит в МКБ. У него МКБ уже готов. Все, МКБ для Хвоста есть. Дэмэджи сейчас будет достаточно, чтобы, например, с Пейлом справляться в файте. Да и СФ будет разваливаться достаточно быстро. Тем более СФ у нас от физдэмэджа ничем не защищен. И через слэк Кэнон Хвост, конечно же, СФу сказочки порассказывает. Ну что, Роха рассыпается. Форэнкер Сенси Кэптен знают же, наверное, об этом. Киперовзлайт уже у нас приобретает себе Аганим. Ну и здесь главная, конечно, особенность этого героя, что он вообще супер... Супер универсальным становится благодаря Аганиму. И Аганим просто мастхэв для данного героя, если мы говорим о профессиональном уровне. Артстайл подстопил у нас Валикса. Все это для Дэнди. Стопит у нас Валикса. Ну и отойди же, отведи ты своего тролля. Да, Артстайл делал очень хорошее и крутое дело. Мув был классный. Все это должно было под хук Дэнди залетать. Но в итоге тролль сам-то, по сути, и помешал своему тиммейту вытащить отсюда Валикса. А Валикса надо было тащить, потому что он, честно говоря, задолбал уже. Герокоптер забирает на мидлейне Тауэр. У Хвоста по денежкам... Ситуация великолепная. Он на первом месте. У него 15400 и 11300 со стороны мейн-керри команды Франкерсен Сикептон. Дэнди близко не подходит. У него есть даггер, поэтому подойти в любой из моментов он может. И, кстати, появляется Юл. Теперь с почти стопроцентной вероятностью будут точные хуки от Дэнди. По крайней мере, хотелось бы так. Дэнди у нас по Валиксу. Хукает Валикса. В дизрапшине Валикс будет здесь. Но это без разницы вообще. И Валикс сбрасывает всех вниз. Правда, здесь импетусы, конечно, от артстайла. И хвост недалеко. Кулдаун вниз дает хвост. А дальше разваливают Валикса. Дэнди отсюда уходит. И все. И одного Валикса забрали. И Валикс здесь, конечно, очень классно. Раздул всех по краям. И выбросил вниз на лоу-граунд. Тем самым обезопасив себя от фрага раннего. Фрага он Дэнди. Ну, Дэнди уже плюс 8 есть своего... Своей пассивки. Плюс, получается, плюс 20... Силы. Плюс 20 силы. Не так-то много, конечно. Конечно, непривычно мало для Дэнди. Но, с другой стороны, не так-то и плохо. Агрит на себя Трикси хвоста. Хвоста есть Эйджис. Поэтому после смерти хотя бы хвоста надо бы подсейвить. Артстайл. С виспами через 6 секунд решится вопрос. Команда Нави отходит. Сочищают все хвоста. Хвост отсюда улепетывает. Хвост даже и не просит хила. Хвост уходит. Хвост пошел отъедаться на крипах. В принципе, нормальная тема. Есть Доминатор. Так что это будет недолго. Может, Эйджис у нас сливает хвост. Все-таки место-то понадобится. Ну, можно Эйджис разменять и на что-то другое. А не просто на то, чтобы на линии отхилиться и подфармить. В инвизе, Дэнди. Причем в инвизе не с Маковым, а настоящем. Настоящем инвизе. Валикс приобретает себе гем. Ну, тут такая ситуация, что Валикс фармит больше, чем вообще может потратить. Что надо котлу? Котлу надо заливать нормальный иллюминейт. Котлу надо, например, рекол здесь и блайдинг лайт нормальный кастовать. Для этого маны у него предостаточно. И плюс чакра-мэджик есть у него, который позволяет эту ману постоянно иметь. Постоянно. Вот и бесится жиру котел. Покупает гемы. Постоянно покупает варды. Ну, саппорт. Саппорт, который постоянно при баблишке. Нави выигрывает более 10 тысяч по золоту. По экспириенсу более 12 выигрывает на то свинцах. Немфи. На тебя ракету. Минус 400. Так, у Санейка, кстати, уже есть аганим. Еще и 2000 сверху для Санейка. Ну, по фарму, конечно, Санейка тоже себя чувствует великолепно. Пятое место. Вроде бы и саппорт, а вроде и не саппорт. Ну, такой сами керри. Сами керри, сами саппорт. Я даже не знаю, как это все называется. Много всего в Санейка скрыто. Потенциал, конечно, огромный. Тем более в лейте Санейка, благодаря Криплинг Фир, например, с СФ делает очень неприятные вещи. Или с Фантом Лансером, у которого нет БКБ. Правда, есть Монто Стайл. Ну, после Монто Стайла тоже можно ловить Матумба Майна. И бросать на него 70% мисс. Вещь приятная. У Арт Стайла есть аганим. Это плюс, это плюс. Причем невероятно. Плюс с импетусами теперь отставил Макс Лево. До этого Валиксу было невероятно больно. А что теперь будет НЧА делать с саппортами, с шадоу демоном или с тем же Валиксом на котле. Я даже боюсь представить. Иллюминейт пошел у нас от Валикса. Но теперь уже не так больно команде Нави. По ХП всего достаточно, по экспириенсу. Нави тоже обгоняет своих оппонентов, поэтому и левела повыше, а значит и статы повыше. У нас Фаника убили. У нас Фаника забирает Фантом Лансер. Я смотрю на ХП Фантом Лансера и вижу, что там половина всего Фаник ему снес. Что же такое? Фаник уже проигрывает по Нетворцу своему оппоненту в данном файте. Матумба Мэн 15700 заработал, и Фаник 15000 заработал за всю игру. Десятка от Нави, десятка. Как была, так и остается. По ХП 14 для Нави. На Хвоста выходит Матумба Мэн. И Хвост здесь просто огребает. У Хвоста, кстати, есть Дейдалус. Уже поинтереснее ситуации. Матумба Мэн улетает у нас к Валиксу. Куда? На топ лейн, чтоб побольше был рейндж ракеты. На тебе, Матумба Мэн. Нет, Опергангер от Матумба Мэна. Зато команда Нави теперь знает, где находится мейнкерри коллектива Франкерсенс и Кэптан. Пока что Нави давят и по золоту, и по Экспе. Ну и здесь есть вот еще и фарм для Хвоста. Хвост бы сюда прилететь, было бы очень даже кстати. Или туда перемещается Санейко. У Санейко есть уже Шадоу Блейд. Вот недавно появился Аганим Септер, есть. Ну Медас свое дело делает. Санейко хоть у нас и не убивает. 1-3-5 идет. Но по фарму видим все великолепно. 115 крипов и можете еще примерно по времени посчитать, сколько из них Медасированных крипов было. Нави начинают подпушивать нижний Тауэр. Т2. Трикси уже с Кримзон Гвардом. Еще и 2000 сверку для него. У СФа есть Яша. У СФа есть Даггер. У СФа есть БКБ. Ну и Мека, конечно, тоже есть. Здесь, кстати, Тауэр, скорее всего, спушится. Якоря даже близко не подошли. Герокоптер забирает этот Тауэр. У Гера уже есть Дайдалус. У него есть Манки Кингбар. И 1500 сверху Хвост просто забил на БКБ. И спрашивается, почему Валикс, Акс, который рано или поздно, наверное, Блэйдмейл у нас соберет, если Хвост не будет собирать БКБ. Да и Буги, да и все вообще. Все. 39 тысяч. Э, 39 минут, точнее. 39 минута у нас идет. Нави выигрывают 9,5 тысяч по золоту. И 12, даже 13 с копейками по экспириенсу. Но чем дальше, тем меньше это преимущество стоит. Еще один Рошан, третий Роха для Нави. Дэнди покупает себе Огрклаб. Скорее всего, выходит в Аганим. Вещь полезная. И позволяет нереальный дэмэдж вообще вносить за счет Дизмембра. Дэнди, правда, по силе у меня вопросы. Плюс 8 всего лишь флеш-хип. У него 5 киллов, 6 ассистов. И много из них еще делались до того, как Дэнди вкачал вообще у нас пассивку. Ну что, Нави, перемещаются на нижний лайн. Забрали Роху. Эйджис поднимает у нас Герокоптер. Больше и некому. 2500 на руках у Хвоста. Дэнди где? Дэнди покупает Митрилхаммер. Это будет БКБ. Это будет не Аганим для Пуджа. Аганим, если и будет, то попозже. Хвост идет первым. Ничего не боится. Если что, есть Артстайл, который виспами подсейвит. У Артстайла 1400 на руках. Но я жду лично появления Мома. Не знаю, как вы. Будет, не будет. Это уже такой вопрос. Но у Артстайла из тех, кто... Обычно не скупится на какие-то суперинтересные артефакты. Иллюминейт уже задувается от Валикса. Держите, Нави. У Артстайла половина ХП просто рассыпается. Хвост поднимается на хайграунд. Ловит у нас Ланс. Так, Мелнир у нас на хвоста вешает кто? Бруда, как я понимаю. Да, у Бруды есть Мелнир. Есть также БКБ. Есть Сир. Есть Хэнд оф Медас и Пауэр Трэдс. Ну что, Нави подпушили под хайграунд. А как заходить на него непонятно. Иллюминейт вещь неприятная. Герокоптер по-прежнему без БКБ. То есть был бы БКБ, у хвоста зашел наверх, быстренько спушил Тавр и ушел отсюда. Тавр и так, кстати, подпушивается. Во-первых, Спайдерлинги. Во-вторых, хвост тут. Тут изредка, но очень даже верно, подходит к Тавру и подпушивает его. Но иллюминейт тоже Нави не всегда ловят, поэтому нормальные дела. Ну что, хвост у нас разрушает Тавр на хайграунде. У хвоста мало хп. Монолик висит у нас на хвосте. Хвост тут бы здесь слиться. Хвост умирает. Сейчас станет фуловый. Поднимают у нас Немфи. И Трикси подходит сюда. Хотел Трикси подсейвить своего тиммейта. У него это получается. Немфи у нас ультит. Фаник БКБ. Поворачивается за Трикси. Импетусы по Трикси. Трикси у нас отъехал. Трикси забирает энчантерс. В это время СЦФ забирает у нас саму инчу. Дэнди отсюда уходит. Дэнди будет делать тэп аут. Дэнди не отпускает. Фаник не отпускает. Хвост на 80 хп уходит. А Санейка забирает команда Форенкер Сенси Кэптон. Я даже боюсь открывать файт рекап и посмотреть сколько заработали якоря. 3500 они зарабатывают по золоту. И 9000 они зарабатывают по экспириенсу. Хвост без БКБ. Он не может танковать. Он вынужден как побитая девочка бегать и кричать. Просто размахивая руками. Хвосту нелегко дается файт, потому что один иллюминейт, еще раз повторюсь, сносит половину хп Хвосту. Вторую половину сносит у нас Requiem of Soul от Shadow Fender. Эта фигня герокоптера на 41-й минуте не должна дамажить в принципе. Он просто должен забить на нее вообще и под флагкэноном разносить всех. Но это трабл полный и отсутствие БКБ, как по мне. Сейчас хоть фейсбуцы вообще продавай, покупай БКБ. Форенкер Сенси Кэптон спушили Т2 по мидлейну. Они отыграли преимущество по золоту, где-то тысячи три по экспириенсу. Шесть тысяч тоже в пользу Якорей Плюс. Но они по-прежнему проигрывают десятку по экспей и по золоту. Тоже почти десятку. Четыре тысячи на руках у Хвоста. Но тут БКБ must have. Надо приобретать его и не издеваться. Хвост покупает Сатаник. Решил так идти. Три девятьсот очень даже лишние будут. Хвост покупает себе Сатаник. У него тысяча четыреста остается. Надо еще пятьсот до наличия байбэка. Не знаю, по-моему, странный мув. Я понимаю, что Эллюминейт уже не так больно бьет, как до этого бил. И у Хвоста вроде ХП нормально. Две двести. Ну и сбавить себя от Монолика, например. Сбавить себя от Пейловского Дефьюжиала. Ну просто обязан был. Ну и Сатаник есть у нас у Пейла. Есть уже достаточно давно. И четыре тысячи еще сверху для Пейла. Из нормальных артефактов для Пейла тут Дефьюжиал Блейд и Манта Стайл. В том момент какой-то Убер Дэмэдж не выходит. Но не будем забывать, что у Пейла самый большой вообще в доте прирост основной характеристики. У него 4.2 прирост Агилити с каждым левелом. А следовательно и белый дамаг увеличивается. То есть ловкости у него сейчас почти двести. Арт Стайла поймали. Арт Стайл пытается уйти. Провязал виспов. Ну поздновато немножко. Хвост здесь. Хвост дерется против иллюзий. Вот вам пожалуйста хвост. Сатаник не работает. Сатаник против кучи иллюзий Фантом Лансера. Это Берт. Ну и команда Форнэкерс Инси Кептенс пушивает последний внешний тавр со стороны команды Нави. Они будут заходить на хайграунд. У хвоста Байбек есть. Гирокоптер выкупается. Подходит сюда. Задувка уже работает. Но заставили гирокоптера байбекнуться. Теперь байбек ближайший будет через пять тысяч лет у хвоста. И денег тоже у хвоста становится по минимуму. Сколько байбек стоил? Да я думаю дофигища стоил байбек. Потеряли хвоста. Потеряли арт Стайла. Нави здесь могут дофидиться до той поры, когда они начнут отставать. Они уже четыре тысячи всего лишь выигрывают по золоту. Это после двенадцати с половиной. И я вам хочу сказать, Фантом Ланцер с каждой минутой слабее не становится. У Мантумба Мэна пять шестьсот. То есть мешком с деньгами убить нельзя. Поэтому Фантом Ланцер в файтах не такой уж и серьезный был. Сейчас эти пять шестьсот Фантом Ланцер потратит в Баттерфляй, наверное, нет. Но, допустим, в Скаде потратить эти деньги. Станет, ну, доставучим даже до ужаса просто. Ну, в Скаде, кстати, по-моему, нельзя, потому что здесь диффуза. Диффуза вообще Мантумба Мэну нужны не для того, чтобы маны выжигать. Они ему нужны. Нет, все-таки уходит у нас Фантом Ланцер в Баттерфляй. Диффуза, как мне кажется, все-таки нужны подстопить кого-то. А там и без выжигания маны иллюзии сделают свое дело. Пэйл последним делом качает Фантом Раш. Ну, как и все профессиональные Пэйл. Матумба Мэн как раз из их списка. Фарму хвост по-прежнему на первом месте. 23 700. Ну и 23 000 для Матумба Мэна. И есть у меня подозрение, что Матумба Мэн будет обгонять в скором времени хвоста, потому что спушивает уже Фантом Ланцер линии просто как чумной. Нави всего лишь 2 с копейками по золоту. 3000 по экспириенсу. И проблема не в том, что они выигрывают мало. Проблема в том, что они выигрывали много, а теперь сливают все заработанное преимущество. Как по золоту, так и по экспириенсу. Более десятки слить по экспе за последние 4 минуты. Это тревожный звонок. Мне кажется, что проблемы начинаются вот ровно сейчас. Шадоуфинт покупает у нас Айов Скади. Теперь даже СФ сможет у нас драться в катке и наносить нормальное количество демджа. Так-то СФ не боец, как по мне, на 46-й минуте, если у него БКБ и, например, Мекка с Еулом и Даггером. Это не драться, это просто ходить работать с санитаркой на поле боя. Матумба Мэн улетает к Валексу. А Валекса... Трикси, точнее, здесь должны забирать. Дэнди, у него есть дизмембер. Поднимает у нас Трикси. Начинает жрать этого Трикси. Трикси агрит на себя всех, но здесь уже хвост. Должны забирать Трикси. Трикси, тем более, никто никуда не уведет и сейвить не собирался. Нави забрали Трикси и заработали. Сейчас узнаем, сколько за него. Ну-ка, Fight Recap. Покажись. 670 по золоту и 2000 по экспе. На 47-й минуте экспа тут не алло вообще. У Бруды. 2400 есть на руках. После Мьелнира у Фанника появится Баттерфляй. Тут можно будет от дотошных иллюзий Матумба Мэна. Избавляться у Матумба Мэна вот только-только Баттерфляй появляется. И Фаннику тоже данный артефакт прилетает. По шмоткам, конечно, и одни, и вторые запакованы очень серьезно. Просто обратите внимание. У всех очень классные. У всех очень классные статы. Ну, то есть, типа, артефакт там все хорошо, но времени зря не теряли. Ну, и ровно идут уже команды. 4000 золота. Нави. И... 8000 экспириенс. На 48-й минуте это немного. Так, кто у нас Эджи забрал? Или... Нет, Роху не забрали еще. Роха сейчас только появится. Да, я подумал, что быстренько Нави у нас Рошана забрали. И сыр появился у Фаника. У Фаника сыр как был, так и остается. Статы у Фаника 5-5-5. Круто. У Санейка есть Boots of Travel, Shadow Blade для Санейка. В общем-то, в Silver Edge почему бы не приобретать вещь более чем полезная. Санейка уходит в Envis. Санейка сейчас увидит. Matumba Man видит Санейка. Пошли иллюзии от Matumba Man. Это Monta Style. Art Style. Включай виспов уже сейчас. У Art Style нет виспов. Ну что, пошел у нас файт. Хвоста разрывают на куски. 118 секунд не будет хвоста. Фаник начинает есть на Эмфи. И вроде неплохо у него получается. Агрид на себя. Трикси минус. Фаник минус. Хвост минус Санейка. Art Style уходит. Лесами просто по-быстрому отсюда валить. Na'Vi просирают здесь 2800 золота и 6000 экспириенсов. Просто класс. И Денди у нас еще решил на Эншентах подфидеть. Ну и Art Style, что думали? Вообще в кучу идей. Ну просто братская могила из Na'Vi случилась у нас здесь. Ай. Доболелись. Матумба Мэн уже на хайграунде. Трикси забирает хрипов у Na'Vi. Как? Что? Что? Как? Как забрал у нас Art Style? Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Просто Team Vibe от команды Фрэнкерстенции Кэптона. Они тут по голде заработали миллион, по экспириенсу миллион. ГГ ВП пишет Na'Vi. Не додавили пуджом. Не выформил хвост. Хвост без БКБ. Как оно? А вы видели, да? В стэше у хвоста был БКБ. Но это или нечего? Давайте я покажу вам все-таки до того, как это проюзается. Чтобы просто знать. Нет. Так не получится, да. Да, уже. Жалко. Короче, у хвоста... Сейчас я так могу шмотки показать. У хвоста вот что. У хвоста в стэше лежит Black King Bar. Нормально это после падения Тавра делать? Думаю, не очень на самом деле. Якоря выигрывает эту катку. Выигрывает ее, в принципе, волевым таким мувом. На вих давили поначалу. Были очень серьезно... В серьезном отрыве находились. Но все это закончилось печально. Гирокоптер 25-го ловила. Путш до поры до времени зашел. Потом просто не зашел. Ну и Фантом Лансер... Все это, в принципе, законтрил. Ладно, поздравляем команду 4Anchors and Seekaptain. Первую игру они выигрывают. Они повели в данном Best of 3 со счетом 1-0. Ну и у нас впереди будем надеяться, что два матча. Сейчас Na'Vi отстают 0-1. Игра в формате Best of 3, то есть до двух побед. Пока что не забывайте подписываться на наш канал на Твиче. Делайте это обязательно, абсолютно бесплатно. Можете делать платно, как вам удобно. Но сделать это просто you have. И если интересно, заходите в группу ВКонтакте. И наш канал на Ютубе. Тоже будем рады вас там видеть. Это студия игрокам ТВ. У микрофона друг. Работаем сегодня для вас целый день. Услышимся через 5-6 минут. До связи.